Почечная недостаточность специализированных отделений, так называемое отделение гемодиализа. Вот это его основная проблема. Все остальное уже, в том числе сегодняшняя, значит, наша манипуляция, процедура, операция, она является следствием его основной болезни. В общем, суть в том, что у этого пациента, если мы его не прооперируем сегодня, то в ближайшие несколько месяцев или лет его ждет перелом костей, и он не сможет встать в очередь на дунорскую почву. Диагностика и лечение почечной недостаточности в Республике Татарстан дорогостоящая процедура, от которой зависит жизнь многих пациентов. Хирурги университетской клиники КФУ успешно прооперировали пациента с заболеванием эндокринной системы на фоне почечной недостаточности. Как только эти пациенты стали поступать к нам регулярно, мы обзаботились о том, чтобы делать, оперировать и лечить качественно, для того, чтобы не прибегать к повторным операциям. Для визуализации малых размеров парочитовидных желез мы предали свою методику, получили патент. Для определения пораженной железы врачи использовали флуоресцентный агент, который светится, если направить на него луч ультрафиолетового света с определенной длиной волны. При его свечении вот эта вот увеличенная парочитовидная железа патологически измененная будет ярко-алым светом флуоресцирован, что поможет вам в идентификации и не потребует дорогостоящих исследований во время операции. И простое, чтобы идентифицировать и удалить измененную парочитовидную железу. Хирурги университетской клиники Казанского федерального университета на протяжении нескольких лет вводят новые технологии и методы лечения пациентов с данной патологией. Ариатна Кугушева, Камила Исакова, Евгений Алмазов, Универньюс.